МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Довелось мне одну неделю и около 700 км покататься на новом, пятом, Hyundai Solaris. Комплектация Active Plus, 1.6 автомат. Что хотелось бы отметить в этой машине? Во-первых, дизайн. Стильный, модный, молодежный. Автомобиль стал заметно интереснее снаружи. И, на мой взгляд, стал полностью гармоничным. И более не вызывает неких вопросов по корейскому дизайну. Кроме того, увеличились и габариты, что также его выделяет в сравнении с предыдущим. Салон, возможно, не так сильно, но тоже поменялся в лучшую сторону. Единственное, чего я не понял, почему в комплектации Active Plus с автоматом, кондиционером, электростеклоподъемниками, управлением телефоном на руле отсутствует банальный подлокотник. Без него было как-то не очень комфортно. Нечательный прощат в эргономике. Это часто и непроизвольно включаешь подогрев сидений, ставя телефон на зарядку или складывая его в отведенное место. Эксплуатация. Стоит на дороге машина уверенно. Дорогу держит хорошо. И подвески отрабатывает, и база хорошая. На скорости нет какого-то дискомфорта или чувства неуверенности. Водительское место, да и переднее сидение в целом комфортное. Для задних пассажиров места не очень много. Но это, в принципе, ожидаемо для данного класса автомобилей. И компенсируется заметно большим багажником. Система управления стабилизацией, АБС, система мониторинга давления в шинах, ГЛОНАСС. Нам не довелось проверить, но я думаю, это к счастью. Как и у всех корейцев, довольно большой расход. Сейчас показывают даже 9 литров. Вообще, в районе 8,5 литров. Не знаю, на полу такого не было. На полу мы катались, по-моему, всегда 6-7 было. Собственно, органы управления все, в принципе, удобные. Как всегда, много места занимает радио. Все более-менее удобно. Мне нравится. И машина хорошо. Дорога стоит лучше, чем всякие эти... ...сани, на которых мы ездили в Эмиратах. Единственное, что только динамики не хватает. Также в автомобиле вроде как должна была быть система помощи при стартном подъеме, но на деле, честно говоря, не ощутил, хотя подъемов в Сочи достаточно много. Солярис оснащен обновленным двигателем и коробкой. У нового G4FJ, в отличие от старого G4FC, стал немного пониже крутящий момент. Вроде как изменили поршня. Не знаю, в изменениях двигателей дела или в работе нового автомата. Но очень напрягает большая пауза между нажатием педали газа и началом ускорения. Ощущение, что 123 заявленные лошади спят, пока ты едешь спокойно, и кто-то будет по одной плетью. Особенно это раздражает на подъеме, когда передача уже переключилась на пониженной, а машина все равно продолжает терять скорость. Я, честно говоря, не ездил на четвертом Солярисе с автоматом. Поэтому, если среди вас есть счастливые владельцы, то, пожалуйста, напишите в комментариях, так же на четвертом или нет. Интересно. Итог. Время покажет, насколько полезны были обновления мотору, имевшему сомнительную репутацию. Но на сегодняшний день среди конкурентов машина, несмотря на вот эти перечисленные недостатки, выглядит достаточно привлекательно. И по дизайну, и по эргономике. Да и по надежности. Потому что прочие конкуренты тоже не блещут. Всем спасибо за просмотр. Катайтесь аккуратно. Счастливо!